Вот, ребята, прошло 10 дней и повесил очередную ловушку уже в другом месте. В прошлом году это дерево первый раз сработало, я его нашел. Оно такое перспективное мне показалось, и я словил рой в прошлом году. В этом году проверим опять мою интуицию. Сейчас посмотрим, как она смотрится со стороны поля. В прошлом году я писульки там писал, так что будет и вам пометка, что это ловушка этого года, 2021. Сейчас кислицу кушаю, вот, вот такая кислица, зайчья трава еще называется. Ой, люблю я эту травку, ребят, вкусная вот эта трава, вкусная трава эта кислица. Сейчас я вам покажу. Я как раз не обедал сегодня, уже вторая половина дня, ближе к вечеру, надо подкрепиться витаминами природными. Ну, вкуснятина, писленькая. Тут такая вот елка, она даже не просматривается, ребят. Так что, в принципе, ловушка должна сработать, и степить ее не должны. Сегодня собирался в суматохе, но хорошо взял с собой монтажный пояс. Так что, в принципе, буду новые сегодня искать места для развешивания ловушек. Он мне сегодня пригодится. Погода, в принципе, терпимая. Не сказать, что холодно и не тепло, ветрено. Ну, самое то, как раз, весит ловушки. Главное, что дождя нету. Вот, до этого лило... Ой, до этого дождь лил целую неделю. Сейчас форточка, возможно, сегодня будет полетать раи. И уже, может, у многих вылетели из семьи. Так что, будем пробовать ставить ловушки. А я смотрю, что-то непонятно. Там, думаю, зверь мужик какой. Так что, надо ставить ловушки, потому что райвая пора началась, ребята. И чем больше сейчас развесишь ловушек, тем больше есть вероятность словить раев перваков. Хороших, которые сработают и на мед, и к зиме подготовятся. Вот такие дела. Ладно, пойду везти дальше ловушки. Не переключайтесь. Вот, ребята, нашел классное дерево. Ели и решил на нее повесить ловушку. Думаю, сработает на этом дереве. Посмотрите, какое перспективное. Удобно залезать с одной стороны в ветве, как лестница. И вот, хоть и высоковато, но все равно классно. Сейчас покажу спереду, как будет выглядеть. Мне понравилось. Думаю, перспективное место на просеке. Впереди, если видно, посередине ловушка. Ведь сейчас я вам пальцем покажу. Найдете, вот, смотрите, за моим пальцем. Вот, вот, вот тут ловушка моя висит. А теперь убираю палец, смотрите, видно ее? Вот, оставьте свой комментарий, напишите, видно ее или нет. Ну, вроде неплохо спрятал. Почти незаметно. Повесил еще ловушку на такую классную ель. Вот, висит она. Тоже новое место, но перспективное. Но немножко хуже на оно. Будем смотреть, как будет ловиться вот именно на этом дереве рои. Место вам скажу очень перспективное. До 99 процентов, что тут будет рой, если все хорошо. Ну, вот, ребята, повесил в новом месте ловушку. Посмотрим, почему так низко. Потому что тут место, в принципе, не хуже. Вот, далеко очень. Люди редко сюда ходят. Думаю, что ловушку не возьмут. И можно вот таким способом повесить. И тут перспективное место. Тут как раз коридор проходит лето. С юга на север. И все бродячие раи должны лететь в ту сторону. И ловушка как раз стоит на перекрестии этих сторон. Будем ждать в нее раи. Вот, если видите, я перо им помазал. Будем ждать рой. Замаскировал вот так, на всякий случай, ловушку. Думаю, со стороны ее видно не будет. Сейчас мы это посмотрим. Ну, вот так, с 10 метров непонятно есть. Ловушка нету. Не сильно, шибко видно. Думаю, все нормально. Ветром повалило сосну. И вот так она обвисла. Будем ждать на нее раи. Сейчас, ребята, я вам устрою челлендж. Найдите ловушку в этих кустах. Напишите в левом углу, в правом углу. Ловушка посередине, внизу или наверху. Оставляйте комментарии. А в следующем видео я ее покажу. Ну, раз вы, ребята, не нашли, сейчас я вам ее покажу. Смотрите, в сторонку отхожу. Вот, если вам видно, вот сейчас пальцем. Вот, смотрите, вот там ловушечка моя. Вот там. Если вам видно, напишите в комментарии. Ставьте лайки. Замаскировал нормально. Пойдем ставить дальше ловушки. Вот, ребята, повесил ловушку. Нашел новое дерево. Место хожаное. Тут уже кто-то, видимо, раньше ловушку вешал. Ну, в этом году ее что-то не видно. Я вот, веревка старая валялась, я его подвязал. Пока будем ждать раи. Надеюсь, что ее не скоммуниздят. Так висит ловушка. Надо будет ее немножко замаскировать все-таки. Сейчас возьму ветвей и намаскирую. Сильно видно, наверное. Уже замаскировал. Уже ее не так видно. Можно идти спокойно вешать другие ловушки. Вот, ребята, повесил я дуплянку свою. Сейчас поеду дальше устанавливать ловушки. В прошлом году здесь я словил рой. Надеюсь, что в этом году я тоже его удачно поймаю на этой здоровой еле. Вот, ребята, решил установить ловушку из картона. Обвернул ее с треч-пленкой технической. И повесил на ель. Проверим, будет ли в такие ловушки залетать раи. Если будут залетать, то можно будет минимально быстро сделать ловушки. И максимально больше сможем мы повесить. Повесил, ребята, очередную ловушку. Я года два назад здесь словил хороший рой. Надеюсь, в этом году опять словлю. А вот такие вот дела. Ловушка сделана из ДВП, вы видите. Вот, на нее не раз ловились раи. Ей уже более пяти лет не раз я на нее ловил раи. Так что, думаю, все у нас получится. Вот, ребята, поставил очередную дуплянку-ловушку на пчел. На дикие раи. Вот, подготовил. Подвязал и на дерево его прикрепил. Закамуфлировал. Покрасил в защитный цвет перед этим. Вот видите, как она скрывается довольно неплохо на сосне. Дуплянка такая немаленькая, объемная. Надеюсь, в нее залетит хороший рой. И мы это увидим уже в следующем видео. Не забываем ставить вот такой палец кверху. Искал, ребята, новое место для ловушки. Вот, нашел небольшую опушку. И вот, позади меня ель. Довольно удобно, классно. И повесил я старенькую ловушку. Если сюда прилетит рой, то место классное, конечно. Буду, как говорится, вешать потом в процессе уже постоянно. Потому что дерево очень удобно, удобно вешать. И подъезд удобный. Надеюсь, что позади вот эта ловушка, что у меня, сработает в этом году. Вот, если вам видно, я не знаю. Вот такая вот ловушка. Вот, повесил я ее. Будем ждать рой. Ребята, повесил очередную ловушку в новом месте. Она из картона, обмотанная стреч-пленкой. Посмотрим, как будет в этом дереве ловиться раи. Если все будет классно, то мы в следующем году поставим хорошую ловушку. А пока, времянку такую, простую ловушку поставим и посмотрим, будут ли сюда залетать раи. Но место перспективное тут. Ребята, повесил я 6 или 7 ловушек. Не помню, уже точно разбился с отсчета. Вот, итого у нас около 20 ловушек повешено. Будем начинать уже конкретно раиломный сезон. Следите за видео. Через недельку, а может, дней через 10, буду делать ревизию ловушек. И, возможно, уже залетит рой. Какую-нибудь по-любому. Так что, если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец вверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания. Внизу красная кнопочка подписка. Всем пока-пока. До новых встреч. Следите за новыми видео. Субтитры сделал DimaTorzok